Поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом! За окном сейчас царит холод, а вы большие ценители муравьев. У вас много колоний. Вы часто их снимаете или просто с интересом наблюдаете за их развитием. И хотя бы один раз в жизни вас точно посещала мысль, что муравьи делают зимой. Около года назад я уже делал видео с таким названием, но получилось, мягко говоря, не очень. Поэтому я сделаю это сегодня. Муравьи в вашем формикарии спокойно спят, если это зимущий вид. А в пробирке матка впадает в диапаузу. Но сегодня я расскажу вам, чем муравьи заняты зимой в лесу, в тех самых муравейниках. Ведь при подготовке к зиме в муравейнике происходит очень много удивительных процессов. Основное занятие зимующей колонии, которая начала подготовку к зиме, конечно же, добыча запасов пропитания, без которых зимовка невозможна. Муравьи видов зимующих в условиях сильных морозов часть осени проводят вне фазы сна, питаясь заготовленными животными и растительными остатками. В состояние диапаузы насекомые впадают с наступлением серьезного похолодания. Чтобы колония точно перезимовала и ей хватило еды, муравьи занимаются заготовкой запасов все теплое время года. Ни для кого не секрет, что земля промерзает далеко не вся. И на глубине 1-1,5 метра, даже в сильный мороз, будет относительно тепло. Именно этим свойством, имеющим название теплота земли, и пользуются муравьи, чтобы перезимовать. Муравьи уходят глубоко под землю, на максимально возможную глубину, где уже имеется тепло. Именно там большинство видов муравьев пережидают холодное время года. Все входы и выходы из муравейника на зиму блокируются муравьями изнутри, с помощью земли и остатков растительности. У муравьев это своеобразная дверь, которую они смогут без труда открыть во время оттепелей и выйти на поверхность. Муравьи в такие моменты отправляются на поиски корма, для пополнения запасов. Насколько муравьи уходят на зимовку, зависит от нескольких ключевых факторов. Это регион проживания насекомых оказывает наивысшее влияние на срок зимовки, вид муравьев. Но если говорить о популярных видах муравьев, то в среднем они находятся под землей 7-9 месяцев. В жарких регионах зимовка может быть и вовсе менее 2 месяцев. Полярные муравьи входят в состояние анабиоза и не нуждаются в построении зимовочных камер. Они не уходят глубоко под землю, а используют глицерин, который не позволяет им замерзнуть. Они накапливают глицерин организмом, и он продолжает функционировать, но очень медленно. Наиболее активно к зимовке готовятся лесные муравьи. Они делают огромные по высоте муравейники. В преддверии зимы они чистят свой дом, вынося скопившийся мусор. Это помогает сделать зимовку комфортной. Тепло сохраняется намного лучше. Благодаря качественному утеплению выживает основная часть колонии. С приходом холодов жизненный цикл муравьев кардинально меняется. Матка прекращает кладку яиц, и в муравейнике не остается личинок. К началу зимы они превращаются во взрослых особей. Сценарий зимовки характерен для муравьев, не впадающих в спячку. Зимуют только взрослые насекомые, нуждающиеся в регулярном питании. Муравьи этой группы активно готовятся к зимовке, запасают большие объемы пищи, что позволяет успешно пережить продолжительные морозы. Что делают муравьи зимой? Рабочие представители семьи продолжают обустраивать муравейник изнутри, проводят ремонт туннелей, камер, поддерживают микроклиматические условия. Часть продолжает ухаживать за королевой, чистят и кормят самку. Ее рацион намного беднее, чем летом. Матка активизируется с приходом весны, и с появлением белковой пищи королева начинает откладывать яйца, восполняя популяцию муравейника. Спят ли муравьи зимой? Говоря о спячке или же диапаузе, нужно сказать и то, что те, кто содержит муравьев, точно с ней сталкивались. Некоторые виды в зимнее время впадают в спячку. Состояние носит название диапауза и представляет собой снижение функционала всех внутренних органов, но полностью их работа не прекращается. Личинки не успевают пройти полный цикл развития. Они не погибают, но впадают в оцепенение, переживая период суровых морозов. Для обеспечения колонии пищей на период зимних холодов муравьи активно отлавливают вредителей – гусениц, клопов, жуков и бабочек. Часть пойманной добычи передается рабочим муравьям на откорм личинок. Остальная доля закладывается на хранение глубоко в камеры хранилища в условия низкой влажности и температуры. Основная часть зимних запасов – растительные продукты, семена, почки, цветки, сочные зеленые стебли. Они хранятся продолжительное время и обладают высокими показателями питательности. Муравьи забирают на зимовку тлю, продолжая доить сладкую пать. Тля гибнет через несколько недель. В качестве кормов муравьи употребляют трофические яйца. Откладываются маткой в период теплых месяцев года в условиях избыточного кормления. Цикл развития в них отсутствует, но питательные вещества сохраняются. В заключении могу сказать, что основная подготовка муравьев к зиме заключается в заготовке запасов еды. Некоторые виды муравьев продолжают активную жизнь и зимой, но все же не такую активную, какой она является летом. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом и на какие темы еще сделать видео. Еще раз поздравляю вас с наступающим 2023 годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok